Программа «Бумеранг» становится жертвой санкций. ВПК Три опытных образца колесных бронетранспортеров ВПК 7829, тема «Бумеранг» на предприятии ирландской компании Машины оснащены различными типами двигателей и макетным вооружением. Джонстаун, февраль 2015 года Источник Сообщение о затягивании программы «Бумеранг» и выявившихся при создании этой колесной, с формулой 8Х8, платформы появлялись и ранее, хотя детали никогда не раскрывались. Между тем небезынтересная информация о состоянии программы платформы «Бумеранг» пришла совсем с неожиданной стороны. Ирландский военный журнал «Тай Майлиоттан Айчайриан» опубликовал материал В котором сообщается, что известная ирландская инжиниринговая компания «Таймани Технологи Лимитед» оказалась перед лицом серьезных финансовых проблем после того, как из-за введения в сентябре 2014 года санкции Европейского Союза против России была вынуждена остановить сотрудничество с контролируемой русским олигархом Дерипасской группой «Русские машины» по программе «Бумеранг» «Таймани Технологи» является одним из ведущих мировых разработчиков автомативных систем для тяжелого автотранспорта и бронетехники, а также выполняет работы по разработке образцов бронетехники или их компонентов для широкого круга заказчиков «Таймани Технологи» стояла за разработкой таких известных образцов бронетехники последних лет, как австралийский «Басмастер» «Сингапурский» «Бронко» «И» «Терикс» «Тайваньский СМ-32» и ряда других, а также создала узлы для многих образцов бронетехники ведущих западных компаний «Таймани Технологи» также сотрудничает и с российскими предприятиями, в частности, по контракту с ОАО «КамАЗ» она разработала мосты для разработанных КамАЗом бронированных машин по теме «Тайфун». Согласно публикации ирландского журнала, в 2011 году группа «Русские машины» заключила с «Таймани Технологи» контракт на проведение ОКР в рамках программы «Бумеранг». Согласно контракту «Таймани Технологи» практически полностью разрабатывала автомативную часть платформы «Бумеранг», включая автоматическую трансмиссию, а также по дополнительному соглашению осуществляла работы по адаптации к платформе двигателей западного производства, с расчетом на экспортные перспективы. Общая стоимость контракта превышала 100 миллионов евро, что делало его важнейшим для ирландской компании «Таймани Технологи». До осени 2014 года выполнила большую часть контрактных работ. К концу 2013 года на предприятии компании в Джонстауне, к северу от Дублина, были собраны, частично из узлов, поставленных из России, три опытных образца БТР «Бумеранг», оснащенных мостами, подвеской АКПП производства «Таймани Технологи». Но с различными типами двигателей, два с разными российскими двигателями и одним западным. После первого этапа испытаний в Ирландии все три образца в 2014 году должны были быть отправлены в Россию в Арзамас. Но введение санкций прервало всякое сотрудничество с российской стороной в военной области, и при этом ирландская компания не получила пока что большей части платежей. Все три построенных прототипа «Бумеранга» застряли в Ирландии, и дальнейшие их перспективы, как и всего контракта, неизвестны. В публикации выражается в связи с этим сомнение, сможет ли российская сторона самостоятельно освоить производство критически важных для «Бумеранга» узлов разработки «Таймани Технологи», по крайней мере, в относительно короткие сроки, без постоянного технического содействия со стороны последней. Представительница компании Peggy Olson Пегgy Olson отказалась от комментариев журналу Со стороны БМПД Заметим, что данная информация, по всей видимости, объясняет известное из ряда источников затягивания как представление опытных образцов «Бумеранга» руководству страны и военного ведомства, так и изготовление прицерийных машин для участия в параде. По всей видимости, «Бумеранг» сейчас является наиболее сырой из новых бронированных платформ, разработанных для Министерства обороны России, а перед ООО «Военно-промышленная компания» стоит серьезная проблема оперативного импортозамещения и освоения производства узлов зарубежной разработки для данной платформы. Этот материал – первоапрельская шутка от БМПД 1 апреля 2015 года Права на данный материал принадлежат БМПД.LiveJournal.com Материал был размещен правообладателем в открытом доступе.